В Кировской области мобилизовали 2500 человек. Таков итог первого этапа частичной мобилизации. Также стало известно, когда начнется строительство тоннеля под Нововятским переездом и кто будет решать проблемы с уличным освещением в городе. Об этом не только. Сегодня шла речь на еженедельном совещании в областном правительстве. Какие поручения дал Александр Соколов? Смотрите далее. Первые итоги частичной мобилизации стали главной темой на еженедельном совещании губернатора Кировской области Александра Соколова. За прошедшую неделю от кировчан было очень много сообщений и обращений о частичной мобилизации в регионе. Ведь в строе вставали офицеры-запасы, рядовые, люди разных профессий и возрастов, чьи-то отцы, друзья, коллеги. Губернатор сообщил, на сегодняшний день формируемый полк в Ольске прибыло 2500 жителей Кировской области. Мы с ними и с их командиром поддерживаем регулярную связь, спрашиваем, что им нужно, помогаем во всем, что требуется. Также работаем с семьями, организовываем у нас телефон. Доверие, еще раз напоминаю, 122, добавочное 2 для всех семей, которые хотят получить какую-то информацию или помощь. Также Александр Соколов рассказал о работе, которая ведется с теми, кого мобилизовали по ошибке. Так из Саратовской области уже вернулись 9 кировчан. В их числе сотрудник компании-разработчика онлайн-сервисов, на которого вовремя не сделали бронь. И отец пятерых детей. На еженедельной планерке коснулись и темы отопительного сезона. В Кирове есть дома, где до сих пор батареи холодные. Ситуацию с отсутствием тепла Александр Соколов взял на личный контроль. Речь взошла и о темноте на улицах города. Посоветую всем присутствующим здесь, вы пешком по улице походите по тротуарам. Без фонарика в темное время суток невозможно ходить. В 2019 году было массовое капиталовложение произведено в размере 380 миллионов рублей. В обновлении освещений. После этого в городе стало темно. Результат этого капиталовложения. Решать проблему будут городские власти. Они подготовят комплексный проект по улучшению уличного освещения в Кирове. Обсуждали и проблемы дорожной сферы. Так, ремонт участка автодороги Вятские поляны Сосновка подрядчик не выполнил в срок. Предусмотренные за это штрафы направят на благоустройство дорог в Вятскополянском районе.